всем привет сегодня у нас будет очередной обзор нового прокачанного героя это будет валентина которую я прокачал на 12 ради того чтобы потестировать подземках и вообще посмотрите если смысл ее качать для вас у меня она уже прокачана ну что могу рассказать об этом герой герой очень хорошие он особенно помогает на начальных уровнях помогает справляться с молчание мареса который он бросает также раньше она увеличивала крит сопротивление а теперь на 12 там скиле она увеличивает шанс критической атаки на 10 процентов это тоже немало ну и плюс восстанавливает 146 единиц в течение трех с половиной секунд думаю это очень круто потому что валька обычная была по моему 120 тут 26 это грубо говоря 1 4 и герой у вас уже заряжен за 5 секунд по кулдауну и герой сможет полтора раза зарядиться ну это очень прилично плюс если тут дополнительно поставить еще афину которая тоже дает 50 раз в 5 секунд будет очень круто смотреться так ну где применять героя героя применяют в основном забытой битвы в пвп локациях это таких как таков артов но основной основное применение это на подземках особенно на седьмых у кого есть донатные герои такие как шапка и минотавр очень хорошо помогает и ковку разогнать ну и всех остальных заряжает что по талантам по талантам естественно и лучше всего пятая ремка также есть вариант если у вас есть ремка рунами у меня есть еще одна вот такая вот огненная защита я ее когда-то прокачал специально под дав на битве гильдий почему именно огненная защита потому что валентина не блокируется умением ареса то есть по ней не приходит не проходит умение и у нее будет всегда активно этот талантик еще можно поставить живу как вариант это третий вариант для нее ремку рунами можно поставить даже каменку ремку рунами герой будет очень хорошо стоять самая главная задача валентина это баф рунами тут не заморачивался обычно я поставил она стоит в кубке вот давайте по чарам по снаряжению что подходит что надо ставить что мне надо но у меня стоит на слеплялка специально для забытой битвы и там иногда использую для того чтобы она наложила ослепление на 2 секунды вследствие чего герой не сможет использовать свое имение если он ремочный и сразу будет бить что и еще подходит можно ставить проклятое поле будет дополнительно вражеским целям там плюс 10 процентов если пятерочка он передачи энергии не особо подойдет очищающий удар ставят но это тоже и все так самые топовые для нее будет это раскаленный доспех так как у нее жизни не особо много это будет самый топовый для нее талантик чтобы она чем подольше прожила хранитель леса честно говоря не очень заходит так 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 что мы имеем как она вообще по статам выглядит вот у нее сто тридцать восемь тысяч жизни плюс еще бонусами вы того получается среднем в районе 300 по атаке в районе 17 даже 16 в районе 17000 пусть будет то есть не особо но а сам бонус судьбы как видите тоже дает очень приличные статы и жизнь дает и атаку дает крит сопротивление уклон точность крит удар уровень навыка плюс 2 получается ну это очень круто особенно точность если у вас герои на роли на уклонение то у вас есть 360 точности вы будете врага по любому попадать так дальше по созвездиям но у меня она собрана так я честно говоря над ней не заморачиваюсь я мало использую можно ставить жизнь можно ставить уклонение атаку там и прочее ставить не надо нету смысла можно еще крит сопротивления чтобы критерии проходили лучше все таки как показывает практика это ставить уклонение ну поехали посмотрим вместе с шапкой сейчас в рейде просто пустим как они будут так где у нас стрелка нету а то стрелком будет очень очень все долго так что тут у нас но тут у нас стрелок младенько давайте посмотрим кидаем шапочку кидаем рядом вальку вот она зарядила шапку вы видите не успевают ладно сейчас еще поищем проблем на проблем найти кого-то без стрелка сейчас и и тут стрелок есть не дадут нам нормально потестировать так стрелок так ну что тут вроде нету так кидаем давайте так откуда вот отсюда сверху кинем так кинули шапку кинули вальку вот она зарядила ее смотрим но видите проблема вот опять зарядила но заряжает очень круто конечно проблема то что шапка сама по себе и убили уже не бьет так часто давайте сейчас даже не шапку возьмем кого-то героя интересного с автопроком а вот давайте возьмем этого нового героя так выпускаем и сейчас посмотрим на примере духа вот она его зарядила раз видите сразу второй раз то есть с валькой вообще четенько четенько вообще заряжены практически всегда очень круто нормально заряжает и вам скажу так ну самый основной тест у нас будет на подземках также и можно использовать на волнах очень помогает тыковки если особенно тыковка у вас не с прокачанным в топ берсом это очень хорошим будет для нее альтернатива так ну поехали в подзем очки давайте какую там подзем очку посмотрим таким составом сейчас у меня тут отхила особо не будет много но зато у нас по урона будет вроде более-менее давайте кошмар к 610 попробуем тут трешинуть не знаю или мы конечно подхилу хотя нормально а именно товар забежал ну смотрите как шапка гаджет фигачила точнее так еще разок сейчас еще разок попробуем немножко не туда минотавр забежал ну конечно тут лучших ролла иметь составе в этой подзем очки ну попробуем таким составом пройти так раз начиная стыковки давайте есть морозим всех да что такое но не дают не дают нам разогнаться нормально посмотрите героя полностью всегда с full вообще full к полностью то есть даже не не пропадает так но это не то мне надо пройти они собаки разбираются сейчас попробуем чуть-чуть по-другому блин немножко не так кинул магию ну ладно вот смотрите как шапочка работает четенько четенько просто 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 супер то есть как по мне очень прилично давайте потестируем на 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 7 кошмарки 7 1 1 2 вот благодаря ей шапка шапка срабатывает очень хорошо так я понял сейчас еще разок сейчас просто так чтобы мы не бежали с другой стороны зайдем я уже давно эти подземки проходил вот отсюда снизу обычно проходил так тут можно даже вот пропали они кидаем ускорял очка сейчас только появится морозим пропали опять кидаем тыковку и смотрим вот смотрите как заряд идет а шапка реально дамажит дофигище ну при такой сборке как у меня вот сто процентов именно на шапки хорошо смотреть потому что шапка не имеет так ну давайте давайте кул давно поэтому давайте 75 попробуем заморачиваемся немножко но ничего сейчас так так ай блин забыл что там щит плюс конечно бонус 10 процентов крита для подземок это это очень хорошо особенно для минотавра если вы его прокачали на урон так где там на 65 еще разок 1 2 начиная стыковки всех хранителя заморозили спам вот смотрите как шапочка раз за разом вот ребята мы 75 вот почему шапка используется можно свободно бегать с шапкой на три звезды видели сами да как шапка просто просто унижает седьмое подземки давайте что-то давайте 79 она более такая проблемная для всех даже так причем мы сюда не берем можно было бы конечно выражая взять но все-таки лучше такой состав отхил нам тут не особо у хранителя все-таки бафа получше будет чем у выражая плюс выражая бьет по героям может ударить по герою давайте а то попробуем ударить по герою собратка прилетит и нас просто сольют так сейчас пропадет щит 1 2 начиная стыковки всех собрали в кучку не дали зарядиться и спамим по максимуму солдатиками ай-яй-яй шапка слилась от кого-то ну бывает можно кстати попробовать наверху вытащить хранителя честно говоря не хочу заморачиваться сейчас попробуем отсюда пройти таким способом вот у кого есть возможность качать шапку не жалейте на ее ресурсов она вам очень будет помогать особенно в седьмых я фактически с ней все седьмые прошел так второй заходик так ускорял очка это побежали раз не заморозил удачно всех вот смотрите 34 41 почти почти 41 процент мы ратушу не убили то есть таким составом можно просто за часик при большом желании пройти все седьмые ну это конечно я вам показываю донат на есть потом попозже засниму вам бездонатными героями прохождение у меня частично есть они хочу заснять полностью всю линейку кошмарок для вас возможно создадим все таки мелкий аккаунт будем трешевать ну честно говоря пока пока я в этом не уверен стоит ли она того пишите в комментариях стоит делать новый аккаунт мне или нет если делать то на каком сервере так давайте еще разок надо затащить так раз два стыковки дальше заморозили этом родин конечно не попал да тут много не будет ай-яй-яй тут еще этот ушатал на мелких кошмарках там на пятерках и на остальных таким составом конечно делать нечего но вот именно на седьмых потрашивать можно так еще разок вот и мы так раз два три заморозили видите тут у нас просто ронин еще подбегает падла не дают не дают нам ударить ну ладно давайте еще разок попробуем дальше 7 9 в принципе вам показал 41 процент если при желании ну тут надо хорошо иметь таких вкачанных героев можно пыток 20 свободно затащить у меня особо времени нет этим заниматься во время видоса съемки да и не хочу превращать видео в полчасовой трэш на стримах уже не раз проходили самое главное посмотреть на вальку как она будет действительно ли она будет помогать ну как я смотрю по сравнению с тем которое она была на десятке сейчас очень помогает ну где шапка чё шапка не работает видите тупо тупо простояли но опять же 30 процентов 30 сейчас попробуем с околка зайти правда они там могут разбежаться все а ну так наверное будет но результат уже хорош с первых даже попыток можно тут снять поставить одержимого чтобы дальше шатал можно и таким составом пройти главное просто нормально нормально зайти так 7 9 я надеюсь мы тут сейчас полчаса отрешивать не будем так есть я с минусом начал не стыковки вот шапка начала работать хорошо посмотрите 35 38 процентов уже почти 40 то есть явно заметно что обычно если у вас там 10 15 20 процентов до 28 до 30 даже я вам так скажу это вам надо что-то менять на этой подземке если у вас уже результат стабильно за 40 процентов около 40 это уже пол победы надо просто немножко помучится и все получится конечно валька по сравнению там с варлоком по сравнению с горгулом содержимым бигфутом не стоит таких вливаний в него но я надеюсь на то что в дальнейшем все таки на восьмых следующих она нам понадобится она и так по игре в принципе надо даже в той же самой забытой битве она просто тупо разрядит зарядит ваш пак плюс даст крит сопротивление крит урон шанс крита это очень круто плюс они будут заряжены если они у вас еще и не ремочные там до конца это тоже будет очень большой плюс ну что успели да как то мне не нравится как тут шапка видите шапка практически практически вообще не бьет просто простояло в стане давайте попробуем с угла не знаю что это такое ну вообще не то что хотелось бы от нее давайте с угла попробуем зайти так вечно знаете вечно облом когда снимаешь какой-то видос показываешь оно не получается а когда не надо бегаешь с первой попытки шатаешь ну а то она игра так смотрим где нас тронены так пропал сейчас появится пропал кидаем ускорялку заморозку пропали кидаем тыковку ну минус ударь ну ну видите 46 процентов чуть-чуть не хватило ну в принципе где 46 там и 50 будет не буду затягивать видос вот такой вот не знаю понравится вам не понравится обзор ну мне герой сам по себе понравился что хотел показался для себя посмотрел потому что уже давно его прокачал все никак все никак не мог дописать видос потому что стримы то 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 и куча работы но решил все таки перед стримовом записать ну не знаю оправдывает не оправдывает пишите в комментариях ну судя по тому что я вижу разницу потом как она заряжает как тыковка разгоняется как шапка бьет оно того стоит конечно при условии что у вас будут прокачаны все вышеупомянутые мои герои которых можно прокачать в судьбе на 12 тогда есть смысл думаю завтра уже будет обзорчик на горгула я все таки сделаю обзор горгул будет у нас так где этот горгул горгул будет у нас 12-12 с бастионом самым топовым для него талантиком там у меня по мелочи осталось сейчас мы на роли завтра будет обзор герой тоже себя оправдывает правда там посмотрим 11-12 если смысл делать но 11 однозначно смысл есть кулдауну на 1 секунду меньше это очень хороший прирост все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока до новых встреч до новых встреч